Ребят, я читал сейчас ленту и вот как-то мысль промелькнула в голове о том, что, ну, как мы можем справиться с проблемами в республике, с проблемами самостоятельно, да, там, не привлекая никого, никакие внешние силы, больших инвесторов и так далее, не полагаясь на политиков, на каких-то деятелей, мы можем что-то сами сделать. И вот как мы это можем сделать? И такая, не знаю, насколько реальная идея это, но я думаю, она заслуживает внимания. То есть, что мы можем сделать? Вот что, если мы объединимся вокруг какой-то небольшой идеи и запустим ее в массы? То есть, нужно сделать что? Следующее лето 2020 года, оно, как обычно, принесет нам, республике, много туристов. Скорее всего, столько же, сколько было до, и за год до того, и еще, может быть, до того, или, может быть, какие-то небольшие изменения все-таки будут в лучшую или в худшую сторону. Но, чтобы улучшить этот показатель, ведь мы можем все постараться, все вместе. Почему это нужно сделать? Потому что каждый человек, приезжая, каждый новый человек, в том числе, приезжая в нашу страну, он оставляет, ну, определенное количество денег. Я не помню точно, но что-то в районе, в среднем, 300 долларов за визит. Это положительно влияет на экономику республики, на благосостояние народа. В целом, мне кажется, было бы неплохо, если бы мы увеличили показатель, то есть, количество туристов в республике, ну, скажем, в два, в три, может быть, в пять раз. И как мы это можем сделать? У нас есть доступ у всех к интернету. Мы все пользуемся, там, Твиттером, тем же Фейсбуком, другими социальными сетями. А что, если мы поставим себе задачу на национальном уровне, в головах себе забьем? Наша задача каждого из вас, каждого, кто посмотрит это видео, на следующее лето пригласить в страну двух новых людей, которые приедут. Можно их встретить, можно пригласить их на Искуль, можно пригласить их в горы, на хайкинг, на все, что угодно. Но ваша задача, как гражданина республики, пригласить двух, как минимум, людей в следующем летом в нашу страну. Сделайте это задачей для себя номер один. Вот кровь из носа можете сделать пять человек, десять, двадцать, неважно, минимум два человека. И представьте себе, если нас будет пятьдесят тысяч, сто тысяч, то есть новая волна. Те, кто этим никогда не занимался, те, кто никогда не приглашал людей, просто подумайте. Если вы пригласите двух новых людей, и, не знаю, но если нас будет сто тысяч, например, то двести тысяч человек приедут. Умножьте это на количество денег, которые они оставят. Умножьте это на то, что они вернутся в свои страны. Получив положительный опыт, положительные эмоции, они вернутся и скажут своим друзьям. Я был в Кыргызстане, и мне очень понравилось. А давай и ты съезди. И если мы сделаем это каждый год, каждый год, будем приглашать по два, по три, по пять, по десять человек в нашу страну, можно зимой, можно летом, но сделаем это вместе, я считаю, что мы сможем просто сделать огромный вклад в развитие нашей страны. Не надеясь ни на кого. Ну вот, блин, почему бы не попробовать, ребята? Это положительно скажется на всех, абсолютно на всех, потому что очень много людей приедут. Они будут пользоваться сервисами, которые вы предоставляете. Они будут есть в кафешках, которые, соответственно, у нас. Они будут пользоваться всеми благами нашей республики. И они привезут с собой деньги. И вот такая вот идея промелькнула. Может быть, мы можем в комментариях здесь обсудить это и подумать, как это сделать. Я уверен, что коллективный разум сможет объединиться в единое целое. И мы сможем этого достичь. Вот 2020 год. Ребята, давайте это сделаем. Кто сделает это? Дайте себе обещания. Дайте обещания и себе, и всем нам. И подпишитесь. Поставьте там плюсик. Или откомментируйте, или скажите, как улучшить эту идею. Может быть, будет какой-то и негатив, конечно. Это как обычно бывает. Но, ребята, поделитесь этим видео. Возможно, если даже не вы это сделаете, не вы пригласите этих людей, пригласит тот, кто увидит видео в своей ленте. Спасибо всем. Если будут еще идеи у меня в голове, то я обязательно с вами поделюсь. Пока. И мы разовьем свою страну сами, ни на кого не надеясь. Пока.